Привет всем! Если меня через какое-то время в очередной раз не забанят, то я намерен начать большую тему, может быть даже на год, опять же трудно загадывать ситуации, которые сейчас развиваются на YouTube, но если все сложится нормально, то это будет длительная тема, называться она будет «Особенности западной жизни». Ролики будут короткими и в каждом ролике я буду рассказывать о некоторых вещах, которых нет или по крайней мере не было раньше в России. Я буду говорить на примере Германии, но если мои подписчики, живущие в других странах, будут рассказывать еще какие-то примеры из своих стран, Норвегии, Франции, Канады, Израиля, то я с удовольствием их тоже буду выкладывать. Итак, сегодняшняя первая особенность касается детей и того, как они попадают в школы. Нужно сказать, дети, как правило, не ходят туда пешком, а приезжают на специальном школьном автобусе. Я думаю, что эту практику заимствовали у американцев и у немцев точно так же существуют вот такие шульбусы, то есть школьные автобусы. Но особенность заключается не только в том, что дети едут в школу специальным автобусом, но и то, как они дожидаются своего автобуса. Кстати, это все происходит без всякого участия взрослых. Дети приходят рано на остановку, и тот, кто пришел первым, ставит свой ранец. Затем приходит второй, ставит ранец за ним, третий, четвертый и так далее. И можно наблюдать утром рано на остановке целую ряду школьных ранцев. В первое время я не мог понять, что это такое, потом мне объяснили, дети таким образом занимают очередь, чтобы не толпиться и не толкать друг друга. Когда подходит школьный автобус, каждый подходит к своему ранцу, и один за одним они заходят в автобус. Иногда же дети просто стоят друг за дружкой и аккуратно заходят в школьный автобус. Кстати, в обязанности водителя школьного автобуса входит также соблюдение этой очередности. Если дети вдруг начинают толкаться и лезть в автобус без разбора, водитель автобуса закрывает дверь, выходит, встроит детей в шеренгу, объясняет им, что они будут заходить только по правилам тихо и спокойно, и только тогда начинает запускать детей одного за одним, проверяя при этом проездные. Насколько я знаю, в России этого нет, и более того, даже взрослые люди толпятся в метро, в городском транспорте, толкая и раздвигая друг друга. Немецкие дети, я не знаю, говорят ли им об этом взрослые, либо дети сами между собой передают эту традицию, но я никогда не видел, чтобы детей строили взрослые. Я наблюдал, как дети сами самоорганизовываются. Вот такая особенность.